Что год грядущий нам готовит Аким Талткургана подвел итоги работы за 2019 год и поделился планами на текущий Ключевой фактор роста экономики В Панфиловском районе в этом году ожидается приток 45 миллиардов тенгет частных инвестиций Прежде всего, качество жизни Аким область Амандык Баталов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства ряда объектов в Талткургане 585 проектов реализовано в рамках программы «Рухани Жангру» в Алматинской области Охвачено порядка 1 миллиона человек Рассказал Аким области Амандык Баталов на селекторном совещании под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева Среди организованных мероприятий есть и международного уровня Проведены конференции, турниры, форумы с участием представителей Франции, Германии, Великобритании, Польши, Турции и других стран Также в рамках спецпроекта «Аул Ель Бесыга» в семи районах области реализуется 44 проекта по ремонту социальной и инженерной инфраструктур Завершены 9 проектов В рамках проекта «Туганжир» в 2019 году реализовано 120 проектов на сумму 7 миллиардов тенге В том числе очень хороший проект, мы считаем, при поддержке меценатов был построен спортивно-оздоровительный комплекс «Шконгар» в селе Чемалган Карасайского района Также на сумму свыше 490 миллионов тенге реализовано 46 проектов Из них 12 проектов по строительству спортивных объектов 7 по установке объектов исторического наследия И 27 проектов по благоустройству населенных пунктов При поддержке предпринимателей только в прошлом году многодетным и малообеспеченным семьям были вручены ключи от 200 квартир и жилых домов В рамках года молодежи были изданы книги 20 молодых поэтов и писателей «Края Житесу» В рамках празднования юбилея Ильяса Жан-Сугурова состоялась презентация 20 томника трудов и открытие памятника поэта на его родине За два года в список проектов 100 новых лиц Казахстана вошли от Читесуевского края 5 молодых выходцев Знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие простых людей, держать руку на пульсе города должен каждый Аким От городоначальника жители ждут дельного подхода к решению насущных проблем Именно поэтому на отчетную встречу первого руководителя Талдыкургана горожане собрались охотно и ждали они конструктивного диалога Он состоялся. Подробности в материале Талдыкурган это территория, которая находится под особым вниманием Акимов области и города Поэтому излишне говорить об уровне ответственности каждого, кто сегодня на месте реализует социально-экономическую политику Также излишне говорить о поводах для гордости, их более чем достаточно Именно на них в своей речи остановился Галамжан Абдраимов, Аким города Талдыкурган По его словам, во всех сферах есть развитие К примеру, объем промышленного производства составил порядка 76 миллиардов тенге За год открыто 60 новых объектов, за счет чего создано более 400 новых рабочих мест Построены три кредитных дома, один коммунальный и более 200 коттеджей Но успехи и достижения не умаляют масштаб проблем, которые присутствуют в городе Некоторые из них не находят решения и по сегодняшний день Проблема открытых колодцев на инженерных сетях Открыто говоря, судя по многочисленным ответам, у вас, у Акимата нет механизма решения данного вопроса Сегодняшний день в Алмате две компании готовят свое предложение К концу этого месяца, как вы сказали, чипирование новых колодцев Другая компания, у нас есть колодцы, которые существующие На существующих колодцах хотят ставить именно замки Вот такую работу в этом году будем проводить В Талдыкургане Хава Сурхаева известная личность Несмотря на свой возраст, она является активным пользователем социальных сетей Через них до руководства области города доносит просьбы и чаяния талдыкурганцев Отчетные встречи она не пропускает Знает, что здесь можно получить ответы на волнующие вопросы Работой нынешнего Акима Хава довольна Вместе они смогли решить самую главную проблему дачи Уитас Проблем у нас, конечно, очень много Я в основном стараюсь, помогаю людям на Уитасе Решаем проблему У нас проблема была с водой Вот скажу, с появлением нашего нового Акима Очень много вопросов Детскую площадку он нам поставил Причем не только Сами они в выходной день работали Сами специалисты Зам Аким копал Все это сами они делали, помогали Малые мужчины помогают В общем, вопросы решаются Внимание оказывают людям И по 10-балльной шкале мы ему ставим 10 баллов Он с работой справляется И хотим, чтобы он долго-долго еще работал Как полагается, на таких встречах, где собирается основная активная часть населения Аким Алматинской области лично информирует собравшихся о проводимых в регионе делах По словам Аманды Кабаталова, на сегодня очень много сделано В первую очередь, это строительство заводов Которые создают новые рабочие места И выпускают востребованную продукцию Из 19 транснациональных компаний 9 находятся в ЖТСУ И успешно работают И это большой показатель Однако, введенная 5 лет назад Индустриальная зона в Талдыкургане Полностью обеспеченная всей необходимой инженерной инфраструктурой Бездействует Как я стал Акимом, я сделал Но, вот, одно из таких недостатков То, что я все время Галанджан Раиловичу говорю Его команде До этого тоже им говорил Вот у них какое-то особое такое отношение Бояться, вот, привлекать сюда инвесторов Надо нам здесь, в Талдыкургане Два-три завода построить То, что с китайцами вот это Мясокомбинат начали Он до сих пор непонятно 10 лет строим мы его Поэтому, вот, надо работать над тем, чтобы Сделать наполнение вот этой индустриальной зоны Не обязательно Здесь построить завод Как вот Лукоил Или же Маревенфуд Или там Фудэмэс То, что мы в других районах построили Но производство надо Жемусоромбулу Желающим встретиться с руководством области города Лично был организован общественный прием 15 человек обратились с различными вопросами Которые касались строительства жилья Медработникам Откормочного комплекса Оздоровительного лагеря для детей Повышение заработной платы Работникам Частных дошкольных учреждений И решение проблем с аварийным жильем Все эти 15 проблем взяты на контроль И по мере возможностей Они будут решаться в ближайшее время Соответствовать статусу самого красивого города Требования главы региона К подрядам организации Занимающимся благоустройством областного центра Плановый объезд Аманды Кабаталова Прошел по дворовым площадкам И жилым массивам Какие замечания и предложения Были внесены Акимом области На встрече с подрядчиками и жителями Талдыкургана Узнаем из материалов сюжета Одно из важных направлений в благоустройстве Талдыкургана Обновление дворовых площадок И детских игровых зон Со слов городоначальника Галымжана Абдраимова На сегодняшний день в списке плана реконструкции Числятся 275 объектов Из них чуть меньше половины Уже сданы в эксплуатацию В 2019 году было отремонтировано Еще 10 придомовых территорий В текущем году по проекту Будут полностью обновлены 38 площадок Во время объезда Талдыкургана Глава региона Аманды Кабаталов Ознакомился с первым объектом По адресу Жан-Сугорова, 71 К слову, на реконструкцию двора Было затрачено 18 миллионов тенге Оценив работу подрядной организации ТО «Си-Эйч-Ти-Конст» О кем области сделал ряд замечаний Представителю компании А вот эти вот при подъезде Кто это делает? Тоже по этому проекту? Да Ну а что такие делали? Это так проектируешь? Ну а что такие вот тут проектируешь? Ти же красивые, с одной мамой Это по малой аккордной форме, мы по ней выбираем Ну что? Ты выбирай лучше Ты тоже, ахотектор, девушка Ахотектор говорит Там тоже Вот такие скамейки не делайте больше Чтобы я не видел Новая площадка во дворе дома номер 23 По улице Красина радует глаз Провести с пользой досуг здесь могут не только дети, но и старшие поколения Однако и здесь нашлись изъяны Так Амандык Баталов сделал замечание по отсутствию внешнего ограждения площадки В своем требовании глава области напирал на безопасность детей К слову, в будущем здесь будет проведен ремонт фасадов и кровли домов А также подключение многоэтажек к сети природного газа На дачном массиве Уйтаз решается вопрос с питьевой водой На эти цели было заложено более 950 миллионов тенге Так, из 43 километров водопроводной сети 27 километров уже проложено В текущем году будет завершена прокладка 16 километров водопровода Кроме того, Амандык Баталов пообещал решить еще одну проблему уйтазцев Уже в этом году будет запущен специальный автобус для перевозки школьников Вместе с тем, по просьбе жительниц, глава региона в целях безопасности детей поручил установить ограждение берега водоема во избежание трагедии В августе весь этот уйтаз будет обеспечен питьевой водой Большие трудности у жителей дачного массива сложились и из-за регистрации по месту жительства Так как из 15 улиц лишь две числятся на городском балансе Кроме того, уйтазцы испытывают проблемы с оформлением документов на недавно построенную мечеть и отсутствие места для погребения умерших Выслушав чаяние жителей пригорода, Амандык Баталов поручил Акиму города помочь в разрешении возникших ситуаций Наверное, нигде нет такого, чтобы на дачные массивы давали вот такие средства, выделяли В жилом массиве Антемак в настоящее время проживает около 900 человек В населённом пункте насчитывается более 2000 земельных участков Из имеющихся 45 улиц асфальтированная только одна 26 улиц из общего количества щебневые Остальные имеют гравийное покрытие На весь жилой массив здесь единственная автобусная остановка Со слов жителей, они остро нуждаются в объектах социального назначения Анализируя ситуацию обследованных объектов, Амандык Баталов подчеркнул необходимость соответствия пригородных населённых пунктов городскому статусу Так, в каждом жилом массиве ускоренными темпами должно идти развитие инфраструктуры А граждане, проживающие в них, быть обеспеченными электричеством, природным газом и питьевой водой На этой ноте продолжился объезд главы региона в жилой массив Жастар-2 Более 300 жителей этого населённого пункта уже пользуются водой и канализацией В марте этого года будут завершены работы по освещению А также запущено два автобусных маршрута Кроме того, ведутся дорожно-строительные работы В Итасе на сегодняшний день выделено 1,1 млрд денег Водоснабжение начато, 55% исполнено В августе месяце будет полностью сдан объект в эксплуатацию На сегодняшний день в дачных участках Мерекелих тоже водоснабжение Тоже выделено 1,1 млрд денег В этом году тоже завершаем именно эксплуатацию по водоснабжению в Итасе На сегодняшний день разрабатывается проектная документация на электроснабжение После будет уже проект на дороге И дороги тоже будут приведены в соответствии Залог успешной реализации проекта – качество, эстетический вид И скорость выполнения поставленной задачи Эти требования глава региона Амандык Баталов выдвигает подрядным организациям От сознательности и ответственного подхода последних Зависит, как скоро жители Талдыкургана будут обеспечены социальными благами Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган Итоги проделанной работы за 2019 год Озвучил Аким Ембекши Казахского района Бенали Искак Принял участие в ответной встрече с населением И первый заместитель Акимобласти Лазад Турлашев О достигнутых результатах и планах на текущий год расскажет наш корреспондент Прошедший год был успешным для Ембекши Казахского района Объем инвестиций в экономику региона превысил 38 миллиардов тенге Положительный рост наблюдается и в сфере сельского хозяйства Объем производства составил 120 миллиардов тенге Это на 17 миллиардов больше, чем в прошлом году За 2019 год объем валовой продукции сельского хозяйства достиг у нас выше 120 миллиардов По сравнению с 2018 годом у нас рост составляет 17 миллиардов тенге Наряду с этим у нас были реализованы ряд проектов за 2019 год Это строительство фруктохранилищ, посадка интенсивных садов, приобретение скота Поэтому и 2020 год, я думаю, будет благотворно для нашего района Также глава района поделился достижениями в сферах малого и среднего бизнеса В социальной, культурной и образовательной сферах Объем валовой продукции составил более 40 миллиардов тенге Реализованы крупные промышленные проекты По сравнению с 2018 годом мы увеличили объемы промышленной продукции на 2 миллиарда 222 миллиона тенге Завершается строительство завода ТОО ЖТСУ «Соя» по переработке соя мощностью до 50 тысяч тонн Также запущен цех по переработке перепелиного мяса в Саймасайском сельском округе После отчетного доклада жители района смогли задать волнующие вопросы руководству района и области Многих интересовали процесс газификации, качество дорог и выдача социальных пособий Также актуальной проблемой в регионе остается трехсменное обучение в школах Таких в районе четыре Все обращения были переданы в соответствующие органы и взяты под личный контроль главы района В целом жители дали удовлетворительную оценку работе Акима Аделя Кжаркенова, Аманжол Жонкешев, телеканал ЖТСУ, Енбекши, Казахский район Дневник успеваемости Какую оценку дает население работе Акимов? В частности, Панфиловского района Узнал Азар Джумаханов Он передает информацию с отчетной встречи, прошедшей в городе Жаркент Панфиловский район – стратегически важный регион для Алматинской области Он находится на границе с одной из самых больших мировых держав мира – Китайской Народной Республикой А потому край привлекателен для инвесторов В этом году в регионе планируется реализовать ряд крупных проектов На что ожидается приток 45 миллиардов тенге частных инвестиций Один из больших проектов, который мы сейчас уже собираемся внедрять Это производство солнечной электроэнергии Дело в том, что мы уже подписали с Центром зеленых технологий в Астане Меморандум на 10 миллиардов тенге Они должны уже в этом году начать уже работы у нас в районе на 100 мегаватт Мощностью до 100 мегаватт Плюс сейчас у нас, вы знаете, что в нашем регионе есть МЦПС Международный центр приграничного сотрудничества Плюс у нас есть свободная экономическая зона Мы приглашаем инвесторов всех принять участие в работе Пользоваться теми налоговыми преференциями, которые предлагает Свободная экономическая зона и МЦПС Я думаю, что инвесторы сейчас к нам придут Почему? Потому что все практически вопросы решены Значительные успехи достигнуты в сфере агропромышленного комплекса Объем произведенной сельхозпродукции составил порядка 49 миллиардов тенге По району собрано около 169 тысяч тонн урожая различных культур Однако в сфере АБК есть некоторые недочеты Которые руководство Панфиловского района намерено решить в текущем году Сейчас у нас очень хорошо развито сельское хозяйство Ставлю сейчас вопросы перед нашими сельхозтоваропроизводителями по переработке Почему? Потому что нет у нас хорошего молочного завода Нет у нас мясоперерывающего предприятия Нет предприятия по переработке овощей, фруктов и так далее Вот сейчас вот этими вопросами мы вплотную занимаемся Я думаю, что они найдут свое решение в будущем Остается стабильная ситуация на приграничных постах района Сообщил Талгат Умралиев Сейчас, как рассказал он, все шесть пунктов закрыты Ситуация с коронавирусом в регионе под контролем Обстановка благоприятная Буквально в конце прошлой недели нас посетил главный санитарный врач Вместе с Батржаном Клавем Мельгиновичем мы объехали все наши пункты пропуска Это Алтенколь, это Нуржолы, это МЦПС Везде выставлены посты Пока ни одного случая заражения не зарегистрировано При проходе через границу людей Отчетная встреча Акима прошла в формате открытого диалога Каждый мог задать свой интересующий вопрос Так, например, жители города Жаркент Обеспокоены состоянием школы имени Надежды Крупской Как сетуют они, учебное заведение прошло капитальный ремонт в 2017 году Но в здании очень холодно, жалуются родители Температура в заведении не соответствует нормам Узнав о проблеме, после отчетной встречи На место выехал заместитель Акима Алматинской области Батыржан Байжуманов Принимавший отчет у главы Панфиловского района Как доложилось директор школы, сейчас проблем нет Их устранили Солярка закуплена в достаточном количестве И хватит до окончания холодов Заместитель главы региона поручил руководству школы Впредь не допускать таких критических случаев И тщательно относиться к рабочее учебного заведения Обязательно за температурным режимом вы должны смотреть Конечно В этом году прямо холода же никогда не было у нас зимой В этот раз В любом случае, тот объем, который предусмотрен Он, по идее, должен хватать Если нет, то Акимат района будет оказывать содействие Но чтобы дети, самое главное, не мерзли Тот израсходованный лимит, который на данный момент находится в нашей школе Он будет покрытый На сегодняшний день в школе у нас хватит солярки до конца марта До конца марта, а остальное решает наше руководство На сегодняшний день, кроме того, подготовлены документы для подключения к газу Сегодня уже пришли специалисты, все документы переданы в управление по установке газа Вопросы на отчетной встрече были самого разного характера Кого-то волновали проблемы личного характера, а кто-то пришел передать чаяние всего аула Талгат Умралиев выслушал каждого из них и дал поручение ответственным лицам В самое ближайшее время решить эти вопросы В целом, жители Панфиловского района остались довольны проводимой работой своего Акима И дают удовлетворительную оценку Мы сегодня присутствовали на отчетном собрании Акима нашего Панфиловского района Мы видим заботу, изменения в нашем Панфиловском районе за последний год Действительно, изменений очень много Несмотря даже на те вопросы, острые вопросы, которые поднимает население подчас Все, что можно для решения этих вопросов, решается Все проблемы разрешены, единственное – необходимо время В заключении встречи Талгат Умралиев поблагодарил жителей района за понимание И отметил, что все озвученные вопросы будут решены по мере возможностей Азаджу Маханов, Габит Кабдрахман, телекомпания ЖТСУ, из Панфиловского района Праздник продолжается Торжественные мероприятия, посвященные юбилею великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева Проходят повсеместно В стороне не остался и факультет истесознания ЖТСУ Государственного университета имени Ильяса Жансугурова Пропаганда литературного наследия великого казахского поэта В выявлении поддержка талантливой молодежи – основная цель мероприятий Среди подрастающего поколения, приуроченных к 175-летию Абая Одно из таких торжеств прошло и в стенах ЖТСУ Государственного университета имени Ильяса Жансугурова Студенты читали стихи великого Акына и рассказывали его слова назидания По словам преподавателей вуза, данное мероприятие послужило своего рода Мощным толчком для пробуждения морального сознания студентов Наш факультет технический, в прямом смысле, где студенты обучаются техническим дисциплинам И в некотором смысле они немножко находятся в стороне, что ли, так скажем От лирики, от творчества Абая Как утверждают организаторы, данное мероприятие, заключающееся в чтении произведений Абая Приобщит молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства На мероприятии, как пример для студенческой молодежи, выразительный рассказ слов назидания поэта Продемонстрировала гость торжества, ученица 3-го класса 15-й школы Бейбеткуль Куранбек В этом году в целях популяризации и приобщения молодежи к литературному наследию великого казахского поэта В течение года будут проводиться различные конкурсы и состязания Как отметили специалисты Управления по развитию языков Алматинской области Одним из них является региональный конкурс Телегумор При поддержке Акимобласти скоро будет проводиться ежегодный конкурс Телегумор на награду Аккаурсен В этом году его особенность в том, что будет специальная награда Отличившимся в знании творчества великого Абая Кунанбаева То есть участники на тему творчества Абая будут писать эссе, научные статьи И специальная экспертная комиссия определит победителей Напомним, в августе 2020 года исполняется 175 лет со дня рождения основоположника казахской письменной литературы Ее первого классика Абая Кунанбаева В связи с этим в текущем году во всех регионах Алматинской области Будут организованы научно-исследовательские, творческие, познавательные и культурно-массовые мероприятия Айнур Мейрханова, Мадиб Айбусынов, телеканал ЖИЦУ, Талдыкурган Это была вся информация к этому часу Спасибо за внимание До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»